МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, что у нас замечательные, и сегодня есть люди, которые продолжают эти добрые традиции, и по праву сегодня уважаемый наш Чуклиль Хаупа возглавляет союз композиторов, а Петр Кемиканов возглавляет оркестр. Я хочу пожелать дорогие, друзья, всем вам, чтобы, повторяю, в непростое время вы смогли бы выдержать все испытания, и пусть отступят все эти болезни, все эти трудности, чтобы посещение ваших концертов стало бы праздником, продолжало добрые традиции, которые заложил Борис Катуич вместе со своими коллегами. Я думаю, не раз еще порадят наши музыканты, композиторы, и ту поступку, ту дорогу, которую проложили Борис Катуич, Юрий Катуич, пускай не зарастает, и пускай развивается дальше. И самое главное, пусть наши народы испытывают желание слушать высокую музыку, воспринимают душой, пусть будет желание, как можно чаще приобщаться к великой культуре, великой музыке, ибо, наверное, спасение нашего человечества все же зависит воистину от красоты, от красоты, в том числе и в музыке. Спасибо вам всем. Успехов, дорогие друзья. Песня «Лирическая» на слова Зубира Тхагазитова обрела особое значение для многих исполнителей и, по правде говоря, стала настоящим хитом 70-х. Ее исполнение считается показателем мастерства и уровня профессионализма артиста, а эта песня входит в золотой фонд музыкального наследия композиторов Северного Кавказа. Борис Тимирканов. Лирическое для сопрано и симфонического оркестра. Поет Азиат Черкесова. Борис Тимирканов. Лирическое для сопрано и симфонического оркестра. Борис Тимирканов. Лирическое для сопрано и симфонического оркестра. Борис Тимирканов. Лирическое для сопрано и симфонического оркестра. Утонченный художественный вкус, умение раскрыть содержание и форму музыкального произведения превращали концерты под управлением Бориса Тимирканова в завораживающее действие. К тому же он обладал подкупающим артистизмом, что, безусловно, настраивало атмосферу музыкального вечера на теплый, доброжелательный лад. Он мог своим вдохновением зажечь артистов, направить заряд положительных эмоций в зрительский зал. Ну и, конечно, как и у каждого дирижера, у Бориса Хатуевича были свои пристрастия, любимые композиторы, произведения. Так вот, чаще всего он любил исполнять произведения Баха, Гайдена, Моцарта, Бетховена, Рассини, Вебера, Мендельсона, Чайковского и многих других. А сейчас вы услышите одно из самых любимых сочинений маэстро. Сергей Рахманинов. Вторая симфония. Третья часть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это нарочно не придумаешь, значит, он жизнь прожил чисто, красиво, и я буду счастлив. Вот здесь написано в памяти Бориса Готовича Тимирганова концерт для виолончели с оркестра и последнее. Еще вдвойне я счастлив, что сегодня вы услышите просто потрясающего музыканта. Это наш соплемей. Здесь родился Тимур Колодяжный. Один вид уже располагает на музыку, и дай Бог, вот этот оркестр, что многие годы существовал, я вас люблю. Желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...